Знакомьтесь, Недоцокова Людмила Олеговна, 28 лет, образование высшее, технолог общественного питания. В 2013 году прошла обучение столомастером по аппаратному педикюру. Гаевская Светлана Владимировна, 25 лет, образование средне-техническое. В 2011 году прошла курс обучения аппаратному педикюру. В 2014 году посетила курсы повышения квалификации. Петренко Виктория Александровна, 40 лет, образование высшее, финансист. В 2013 году прошла курс обучения аппаратному педикюру. В настоящий момент все мастера успешно работают по новой специальности. Если успех этих девушек тебя впечатлил, и ты тоже хочешь поменять профессию, иметь стабильный заработок, тогда следуй за мной. Если ты устала работать по чьим-то руководствам, хочется создать что-то свое и ни от кого не зависеть, то профессия мастера по педикюру дает такую возможность. Этому есть несколько причин. Обучиться профессии можно за две недели. Мастера профессионалы востребованы, их труд достойно оплачивается. Мастер по маникюру и педикюру должен обладать как минимум тремя качествами – усидчивость, аккуратность и коммуникабельность. Мастер должен уметь выслушать, поддержать беседу или деликатно помолчать вместе с клиентом. А вот медицинское образование вовсе не обязательно. Для этого специального образования не нужно, возраст тоже не имеет значения. То есть могут прийти учиться люди разных категорий, разных возрастов, разных профессий. Программа обучения состоит из базового курса по аппаратному педикюру, схемы лечениями кода ногтей, а также космоцевтики. Сделать маникюр и педикюр этого недостаточно. Нужно еще обеспечить своим рукам, ногам и ногтям правильный уход. За более чем 85-летнюю историю косметическая марка накопила бесценный опыт в области ухода за кожей ног. В начале 30-х годов прошлого века компанией был разработан первый в мире аппарат для педикюра, а также аппарат со встроенным пылесосом и первый аппарат для педикюра с водяным охлаждением. На таком оборудовании и работают мастера по педикюру. Также мастер должен уметь решать ряд проблем, с которыми он сталкивается в работе. Ну, к примеру, удаление трещин, удаление вросшего ногтя, удаление сухих мозолей. В своей работе мастер не имеет права ставить диагнозы. Мы работаем совместно с дерматологами и назначает лечение также дерматолог. Здоровые и ухоженные ноги являются одной из важных составляющих здорового человека. Это одинаково касается как женщин, так и мужчин. Остался один кабинет, куда сегодня мы еще не заглядывали. Мужчина на приеме у косметолога – сегодня это уже не редкость. Забот о своей внешности – это часть имиджа респектабельного человека. В основном у мужчин, конечно же, это загрязнение кожи. То есть это обычная легкая чистка. Начинаем в основном с этого и после уже можем дополнять каким-нибудь пилингом. Сейчас пора осенняя, пора пилингов. Как шутят косметологи, самый эффективный пилинг уже придумали в сказке про царевну-лягушку, которая сбросила кожу и превратилась в царевну. Но при нынешнем развитии технологии эта сказка звучит вполне правдоподобно, потому что пилинг – это эффективный метод омоложения кожи. Если после просмотра этого сюжета хотя бы у одного человека появилась мысль что-то поменять в своей жизни, значит, Татьяна, дежурная по рубрике, работала не зря.